вот ведро слив нарвал так сказать подготовительный этап начался вот получили убрали косточки вот у нас получилось с ведра столько косточек плохие тут него же если вы были и вот это две чашки хороших вот перекручиваем на мясорубочки так как слива это твердая это белая слива и еще забыл сказать сразу мыть сливу не надо не моем сливу вот этот синенький налет это как раз то что нам надо для брожения вот этот синий налет все все перекручиваем без косточек да и сюда большую кастрюлю ну вот получилось у нас столько сливы литров 5 и литров 5 запарим воды сюда все 5 литров вот теперь марлей закроем и на солнышко на 2-3 дня посмотрим как она себя поведет должна подняться пена вот закрыли марлей так она будет стоять дня 2-3 посмотрим сколько ему надо ну вот смотрим что у нас получилось вот так вот вот такое у нас получилось действие сейчас будем отделять сок матч мало она нам не нужна отделяем ее от сока запах конечно сразу чувствуется вот она витек к забыл я уже другим занялся уже вино делаю иди сюда хорошо 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 я сам вот отделяем сок отделяем таким образом от вот этого всего этой скажем так каши этой каши отделяем отжимаем сок вот он бежит стекает хорошенько его отжимаем отжимаем вот я перелил процедил это 10 литровый бутыль ну получилось это литров 8 я думаю понадобится рукавица 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 обязательно среднем пальце проколоть дырку я уже проколол значит так дрожжи чуть-чуть надо будет положить капельку совсем немножко на кончике ножа я думаю килограмм сахара хватит но я обычно пробую все на вкус как оно получится пока буду ложить килограмм потом посмотрю если что можно добавить процессе сахар засыпал сейчас моего хорошенько перемешаем можно было делать сахарный сироп но я все время делают просто засыпаю сахар я делаю так вот отдел рукавичку теперь ждем результат я думаю завтрашнего она начнет надуваться посмотрим посмотрим вот на следующий день уже так перчатка надулась ну вот прошло восемь дней вот обратите внимание видите вот она уже рукавичка почти почти еще дня 23 я думаю полностью ляжет тогда вино можно будет разливать по бутылкам и вот обратите внимание видите вот она уже сейчас отделяется садится осадок вот когда осадок сядет тогда можете его разливать видите как она она очищается уже она уже практически не играет очищается значит если вино получится кисловатая на ваш вкус можете добавить когда будете разливать каждую бутылку две-три ложки сахара чайной ложки если хотите сделать себе по вкусу и все оставьте себе в темное прохладное место и где-то вместе через полтора-два еще там выпадет бутылки немножко осадок чуть-чуть и пожалуйста готова к употреблению вот примерно так ну а это у меня очередной сидр поставлен